В минувшие выходные силовики организовали крупное задержание браконьерской банды в поселке Зарубино. Во время оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ОМВД России по Хасанскому округу напали на след правонарушителей. Как сообщают в правоохранительных органах, браконьеры передвигались на двух внедорожниках – Митсубиси Паджеро и Тойота Лэнд Крузер. Разговаривать с полицейскими они были явно не намерены, поэтому призыв остановиться полностью проигнорировали и попытались скрыться. В завязавшейся погоне сотрудники органов правопорядка догнали и перекрыли проезд для Митсубиси Паджеро, но водитель начал таранить и выдавливать с проезжей части служебную машину. Битва автомобилей завершилась победой полицейских, разозленного браконьера удалось задержать. Другой внедорожник тоже далеко не уехал. Сотрудники полиции раскинули на дороге шипованную Ильяну. Лэнд Крузер ванул по полицейскому заграждению, однако после этого его колеса больше не смогли сдвинуться с места. Отчаявшись, водитель попытался сбежать от оперативников в лес, но понимая свое положение, самостоятельно вернулся на место задержания. В салонах автомобилей силовики нашли много интересного. Например, 3000 особей трепанга на сумму более 4 миллионов рублей, а также водолазное снаряжение. Незаконно добытый трепанг был выпущен в естественную среду обитания. Оба внедорожника и оборудование для подводного погружения изъяли полицейские. По сообщению прокуратуры Приморья, личности браконьеров установлены. Один из задержанных, 36-летний житель Зарубина, подозревается в том, что создал организованную преступную группировку по добыче дальневосточного трепанга, в которую вовлек не менее 5 человек. Заведено уголовное дело. Расследование продолжается. Прокурор Хасанского округа Роман Язвенко поддержал ходатайство дознавателя об избрании меры пресечения 36-летнему Зарубинцу. С учетом позиции прокурора суд отправил лидера ОПГ под стражу. Пока что на 1 месяц и 29 суток. На сегодняшний день решается, какие меры пресечения будут приняты в отношении соучастников группировки. Ход и результат расследования уголовного дела находятся на контроле в прокуратуре. Владислав Евдокимов, Екатерина Меднова. Новости Славянки.